Спасибо. У нас вопрос о дыхательном пути особо. Мы будем разговаривать про взаимодействие между анестезиологом и хирургом во время операции. Конечно, самое важное в таких моментах, именно когда мы говорим о опухоли головы и шеи, наверное, самое главное – это отличие нашей операции от других операций, которые проводятся на организм. Поэтому, думаю, самые серьезные моменты у нас, которые появляются для обсуждения, это самое главное, это как бы упомнили, это дыхательные пути, особенно когда тяжелые или неодехватные дыхательные пути для интюбации. Потом второй момент – это обеспечение циркуляции организма. В общем, это кровь и все остальное, что связано с ним. Уже наши коллеги об этом разговаривали. И третий момент – это так называемый на английском – это field issue, то есть вопрос о территории работы, где мы работаем, как вы знаете, что головы и шеи и анестезиологи, а мы все собираемся в кучу на один метр. И это создает свои особенные проблемы. Последний – это time issue. Это вопрос времени. Мы знаем, что большинство операций головы и шеи не так быстро заканчивается. Им нужно долгое время, поскольку это место – тяжелое место. Там куча структур, куча важных органов. Поэтому нужно будет медленно работать и как можно сохранить все. Вот. Сначала, если мы говорим про дыхательные пути, это самая главная работа для анестезиолога и для хирургского тема. Как основной, как работа – это обеспечение дыхательных путей, обеспечение respiration, так называемый. Вот. И этот вопрос должен быть обсужден между хирургом и анестезиологом заранее до операции и с расчетами на время операции и после операционного периода. Должна быть оба рассмотрены. Большинство вот этих летальных исходов таких операций, как наши, как и другие, именно они связаны либо заранее, либо за долгое время после операции. Это связано с обеспечением дыхательных путей или проблемой с дыхательными путями. Если мы говорим про низооротрекиал интубейшн, имеем в виду, что интубация через рот или через нос, которая проводится в большинстве нормальных операций, такое проводится, то для нас они желательны, они самые меньшие у них с ними проблем по сравнению с другими, допустим, с трекистомией, допустим, если как пример возьмем. Поэтому для нас они желательны и положительно, мы пошли на такие вот эти пути интубации, если это возможно. Для него не нужны дополнительные вот эти навыки, дополнительные инструментации, дополнительные процедуры. Для пациента очень намного желательнее, поскольку пациент не думает о дополнительных дырках или операциях на шее, о страданиях других, потерях голоса и куча таких вот этих моментов, для них это очень важно. Поэтому для них тоже, думаю, это предпочтительно. И еще вот последний момент для пациента, опять и для врача, наверное, тоже важно. Такой путь обеспечения дыхания во время операции обеспечит врачу и пациенту после операции хорошее вот это, так называемое, питание, которое нужно именно питаться правильным путем. И плюс еще коммуникация между врачом и между пациентом, который по всем параметрам, это очень-очень важно, потому что после операции пациент в страхе, как ребята уже упомянули, коллеги упомянули, и врач сам тоже, ему нужно передать какие-то моменты, какие-то надежды или какие-то объяснения или инструкции между пациентом и врачом, должна быть какая-то коммуникация. Поэтому такая методика, допустим, если возможно через нос или через рот, это отлично, если не нужно будет делать трикостомио. Но, к сожалению, мы знаем для обычных людей, даже без всякой опухоли на этой территории, мы знаем, что где-то 18% людей, которым нужна операция, у них появляются сложности во время интубации. Это по данным Джансен и Хаксон в 2001 году. Конечно, есть методики как бы калькуляции, которые нужно либо перед операцией, либо во время операции проводить и узнавать, допустим, мы ожидаем сложности или нет. Первый это малопатия, не знаю, в России используют, не используют это, я тоже не могу сказать, потому что не помню, как это было, но мы здесь у нас по стандарту, мы используем малопатий тест, это до операционной проверки, то есть куда идет мягкое небо и твердое небо. Конечно, там даже второй B они включили в сложные, но в основном это третий класс и четвертый класс, читается как бы сложный вот путь интубации для такой категории. А во время операции, когда уже анестезиолог попробует сделать интубацию, тогда третий и четвертый этап класс, они читаются сложным. Для хирурга, для анестезиолога, для нерса, для всех, когда пациент появляется полным, с маленькой нижней челюсти, с большим языком и с коротких шеей, это уже проблема. Замироходы они прекрасно знают, допустим, насколько сложно на таких пациентах оперировать на шеи. И включая даже интубацию и обеспечение дыхательной пути, или даже трехисплимин, для этих категорий людей всегда это сложно. На этом картинке показаны, допустим, малопатий и кормок, о чем они говорят. Конечно, это всем известно, это не новая методика, это давно используется, поэтому, думаю, не нужно будет ничего здесь объяснить. Только я хочу напомнить, что кроме этих нормальных, так называемых, осложнений или сложных путей интубации, еще в нашем случае, когда мы работаем с опухолями головы и шеи, или честной цервой особенно, у нас еще появляются дополнительные сложные моменты. Это когда челюсти, допустим, состав уже анкилозный, то есть уже там кост образовался, и невозможно его не двигаться. Или если у челюсти или у сустава есть опухол, это не дает суставу двигаться. Или когда вот какой-то опухол, допустим, моя саркома какой-нибудь в мышцах вокруг челюсти, он врос полностью в этой территории и не дает, чтобы челюсть нормально открылся. Или когда опухол языка есть, особенно корни языка, или опухол дна рта, они тоже вот усложняют интубацию. Опухоли гортаны, горло гортаны и так далее, они тоже усложняют намного. Бывает, что опухол сам не находится внутри этой ямы, допустим, это путь дыхательный путь, он находится вне этой путь, но его размер, его объем давит на эту территорию и меняет, как это будет на русском, забыл уже, направление можно назвать, направление этих путь, и поэтому будет сложно интубировать вот таких пациентов. В таких случаях, как лечение, для нас здесь, мы в Ираке, как мы подходим к таким пациентам, обычно если анатомически, как мы назвали, вот это малопатия и другие, то есть не опухоли вопрос, анатомический вопрос можно назвать, тогда подходим сразу, чтобы была нормальная попытка интубации, с файброоптиком поставить интубацию, это самый легкий путь, помогает очень легко поставить, без травмы для окружающей, для этой территории. Еще помогает, если дадим пациенту адексаметазон, 8 миллиграммовый, два раза в день, где-то 24 часа до операции. Это помогает уменьшить объем отека, во время попытки посадить трубку туда, потому что мы знаем, если больше трех попыток, тогда мы ожидаем серьезный отек, эти территории, и возможно, экстренные интубации. А все остальные случаи, когда опухоли на этой территории находятся, как мы сказали, что опухоли на полосе рта, или, допустим, вокруг челюсти и так далее, лучше всего тогда выбрать плановые трехстомии сделать. Но мы сказали, что поставим, и для нас желательно, чтобы были трубки через нос, через рот. Мы через нос поставим, когда у нас есть опухоли, допустим, ротовой полос, допустим, на губе, передней части языка, передней части рта, допустим, на переднюю часть челюсти, и в таких моментах мы можем спокойненько, если трубка будет через нос, мы можем спокойненько работать. А все остальные случаи, здесь у нас анастезиологи, почему-то больше любят через рот и делать оротрекистомию, то есть не низотрекистомию, а оротрекистомию ставить и делать. Думаю, для них это намного легче. Это анастезиологи могут, допустим, комментировать по этому поводу. В нашем случае, когда опухоли появляются, вот все обычные сложности анатомические, которые были в 8 раз, они увеличиваются эти сложности. Если, допустим, анастезиолог попробует делать интюбацию, когда уже опухол там во рту, около языка, или на шоке, или куда-нибудь, то, возможно, во время попытки он делает дефрегментацию опухоли и посадит клетки опухоли где-то глубже, в других местах, не в местах, где мы оперировали. Еще возможно, что эти попытки приводят к кровотечению, еще больше прикроют это место и анастезиолог не может видеть ничего. Или временами возможно, что приводят к перелому нижней челюсти, и это иногда, это проблематично для хирурга и даже для пациента, иногда вот это проблематично для нас. Если говорить о эффектах, допустим, вот самого трубки, вот когда он во рту или в нос держит на место, то у нас есть некоторые моменты, которые мы должны рассчитывать и узнавать, допустим. Эту трубку можно на него рассчитывать, если подумаем о послеоперационной интюбации, то только два дня, больше двух дней по многим литературам появляются осложнения, серьезные осложнения. Вот, поэтому если план есть, что после операции пациент оставится под вентиляцией и интюбацией, тогда, наверное, лучше делать рекостомию, а не сразу интюбацию, допустим, через нос. Если, допустим, мы поставим трубки, то мы должны ожидать, что появляются какие-то осложнения на верхних дыхательных пути или на нижних дыхательных пути. И что во многих операциях, которые мы проводим, на шее особенно, реинтюбация, повторные интюбации, допустим, если анестезиологи вытишили трубку, потом хотят снова поставить, даже при операции, допустим, реконструктивной операции на нижней челюсти или на языке и так далее, очень сложно будет сделать экстренную интюбацию. Поэтому это тоже в прошуте идет. По поводу филда, по поводу территории, где трубка стоит. Вот, если трубка стоит в носу, то трансмакселярный, так называемый, а проч, лифорт-1, лифорт-2, лифорт-3, такие очень сложно проводить. Не можем достать нос полностью, как надо, не можем достать пазухи, как надо, и не можем достать основание черепа, если это нужно. А если во рту трубка стоит, тогда хирург не может сделать фиксацию между челюстами, если это нужно будет. Есть вариант поставить сабментальные интюбации, то есть трубку ниже нижней челюсти поставим, через дырку, такое возможно, но это опять дополнительные операции, дополнительные осложнения. Еще вот это всякие опухоли, которые во рту находятся, или в горло гернах находятся, сложно будет на них работать, если трубка через рот проводена. Еще такой момент, часто бывает, что мы отрезаем коз, допустим, там опухоль или чего-то, и мы используем для этого бур-машину. Бур-машина, да, мы контролируем как бы, но такая возможность, что эта бур-машина повредит трубку, такая возможность есть, и были случаи такие. Или, допустим, этот ассистент, хирург, который рядом со мной, допустим, ретрактором, он может продавить или сгибать трубку во время операции. Больше всего, наверное, трубка для нас, это с особенностями всегда вызываем анастезиологов, ассистентов, ребята, будьте осторожны, когда мы голову, как бы меняем положение головы для чего-то. Но и больше всего бывает, что даже мы не замечаем, насколько мы двигаем голову, а с каждым движением головы, трубка двигается, и возможно, что трубка на своем месте не остается, и меняет положение. Есть множество клинических случаев, показано, как бы был случай, вот это течение, как будет. Кислород вышел из трубки за какие-то причины, а во время кислорода, там, на территории находится, если врач работает электрокотером, который мы часто используем, особенно если монополер, то возможность пожара или огонь, это большая возможность, и есть многие клинические случаи. Такие случаи, возможно, что они вернутся, допустим, из трахи, или из внизу, из нижней тихательной пути, обратно во рту, они поднимаются, кислород поднимается, особенно если кав, забыл на русском, как кав будет, это вокруг трубки, который держит, если он хорошо не держит или не полностью выполнено водой, заполнено водой, то есть не держит дыхательную пути полностью. Или, допустим, анестезиолог или хирург, они не сделают тампонации горла, опять кислород, возможно, обратно поднимается и во время работы, что возможно, такое случится. Конечно, такой же и картина во время трехистомии, были случаи, когда во время трехистомии, особенно в бедной трубке, то есть как бы плановые они сделали, и там появились пожары и складания пациентов, даже смерть пациентов. Возможно, такой вот кислород обратно идет от вот таких частей вот этой трубки, которые с аппаратом соединяются, у нас называется джойнс, то есть между этими, когда соединяются, как сустав, бывает, что они слабенько состоятся, а как правило, такие трубки, они вне этой тряпки, которую мы поставили, они на филды, на этом месте, где мы работаем, поэтому если кислород будет, то он, возможно, сразу к нам попадает. Вот, и такие говорят, многие говорят, авторы говорят, что большинство такие вот эти пожары, огонь, такие возможно, когда вот давление, кислородное давление больше 50. Вот, и я сказал, во время трехстомии тоже есть. Конечно, рекомендаций очень много есть по этому поводу, допустим, во время трехстомии, если проводится такие операции, лучше использовать ниже давление 25, или смешивать вот тегелем с обычным воздухом или с кислородом, чтобы уменьшить такую возможность, использовать байполар, а не монополар, насколько это можно, еще на нижний, как бы, самый низкий уровень, что можно использовать. Вот, внутри вот этой кафы лучше всего использовать воду, нормал салайни, или что-нибудь, а не воздух или кислород, это больше всего. Еще Хоу предложил, что во время трехстомии, если проводится, то можно туда пускать двух кислородный азот, не, забыл, сиоттюна на русском забыл, как называется, это пускат, это помогает, как бы, в какой-то мере уменьшить такую возможность. Как осложнение интюбации, интюбации, у нас есть два вида осложнений, осложнение, которое во время интюбации происходит, но у них будет долго временный исход, и осложнение, которое появляется, когда трубка долго остается внутри дыхательной пути. Вот, потеря голоса или изменение голоса, вывых, этого, как будет, думаю, на русском будет черепаловидный, какое-то название такое есть, аратиноид, хриаш, его вывых, опять, он тоже может привести к потере или изменению голоса, повреждению вот этого спинного мозга, спинного мозга, или травма для зубов, допустим, потеря зубов, это часто случится. Вот, если говорим о долгии, вот эти, когда долгие трубки остаются, то больше всего появляется язва или, допустим, изменение кожи вокруг этих местах, где стоит пластырь или что-нибудь, где закреплены эти трубки. Изменение, конечно, изменение в голосовой связке, это очень, очень часто бывает, и даже до паралича это такое возможно. Вот, и, конечно, вот эта пневмония, которая связана с вентилятором, это больше всего в двух случаях, трикостомия, в интюбациях, когда долгое время это случится. Синусит всегда рядом и всегда будет особенно, если мере не использовать. Трахималашия это опять такой возможности долгое время. Тракостоносес это в двух вариантах, даже, допустим, больше трубку использовать или меньше трубку использовать, то такое возможно случится, если трубка в горле стоит на долгое время. По этому поводу из работы 1962 года очень хорошо описано, вот такие вот эти осложнения, на сколько дней, допустим, если трубка остается, что можно ожидать, как изменения в этом территории. Как можно уменьшивать это все, допустим, самый большой, как бы, это как бы легкий способ, это больше всего, наверное, для пневмонии и для воспалителей процессов, которые могут случиться в верхней или нижней дыхательной пути. помивать нос и рот хлоргексидином 0,12. Это помогает или другие, допустим, разрешенные в России для таких методик, чтобы обеспечить какой-то степени дезинфекции. Когда поставить трубку через нос, если появляется кровотечение, то лучше всего убрать трубку, остановить кровотечение, а потом очистить этот кров, чтобы там не остался, потом продолжать снова поставить трубку. есть методика, говорят, то есть рекомендации, наверное, наши анестезиологи здесь, которые с нами участвуют, они лучше нас знают, что рекомендация есть, чтобы трубку после того, как он проходит нос, лучше всего через рот его вытяжить, то есть я имею в виду начало трубки, то есть головка вот эта вытяжит, очистить от всей грязи, которая была в нос или в горло, потом обратно продолжать и поставить на место, чтобы обратно пошел. Таким образом, мы не пускаем или не своими как бы действиями, мы дальше не пускаем грязь в трехе или в легке. Конечно, лучше всего, если дезинфекция трубки проходит опять в этот момент, когда я говорил, еще до того, как продолжать трубку туда ставить, можно сделать хорошую вот этот отсос в горле, если сколько это доступно, очистить от всех секреций, которые там есть. И, конечно, больше всего, самый главный момент для многих осложнений это нормальный сайз, размер трубки использовать, допустим, это допустим, если меньше размера использовать, то давление на эти трубки, чтобы было обеспечение нормального дыхания, это не так много, это, если больше, большой размер использовать, больше, чем это допустимо, тогда давление на этих органах будет больше, и, возможно, истемия, истемия или даже зазвление и так далее, возможность такой есть. Если мы говорим о трехистомии, плановой трехистомии, которая во время операции головы и шеи, в многих случаях это требуется, это очень-очень полезно, то это для хирурга, это самый лучший путь, потому что хирург может спокойненько на голове и на шее работать, как хочет, то есть трубка не мешает, не думает о других осложнениях, которые могут случиться. Это, допустим, если делать трехистомии, плановой трехистомии, хирург не будет думать и анестезиолог не будет думать, сделать экстюбацию или не сделать, потому что путь уже готов, можно продолжать интюбацию, можно поставить на вентилятор или можно просто убрать после операции, то есть это не будет особой проблемой. Легко все работают и, конечно, будет меньше всяких осложнений, связанных с интюбацией. Но здесь такой момент часто, у нас бывает здесь в Ираке, сам я любитель больше трубку через нос, через рот, а не трехистомию. Почему? Потому что у нас были случаи смерти просто из-за ухода, из-за этой трехистомии, они могли нормальный уход делать и были случаи смерти. Поэтому я особо не люблю именно из-за этого. Если я был бы в России с системной службой, которая там есть, тогда я, наверное, больше всего выбрал трехистомию, плановой трехистомии, а не трубку через нос. Поэтому, если, допустим, вопрос стоит, что пациент будет на вентиляции после операции на долгое время, тогда сразу надо определиться именно, когда сделать трехистомию, до операции или после операции. Если после операции, какой день после операции, то есть можно сделать трехистомию, то есть переводить пациента с носа на обычную трехистомию. Вы все слышали про осложнение, связанное с трехистомией, поэтому я не буду проводить это все, что там есть. Конечно, очень много осложнений. Но это все, думаю, с нормальным уходом на трехистомию, то есть если нормальная системная служба есть, думаю, такие осложнения уменьшаются. И на этом доказательства есть публикации на ЧЕСТ, на других хороших журналов. Об этом говорят, что были много случаев трехистомии без каких-либо серьезных осложнений. Белые короткие, но это излечимо. Если поговорим про экстюбейшн проблему, то есть когда убрать трубку, то есть заранее хирург должен сказать анестезиологу, что он ожидает, допустим, большая операция на голове и шеи, допустим, около горла. Если такие большие операции проводятся, конечно, будет очень серьезный отек, конечно, будет очень много изменений на этой территории, структурные изменения, поэтому вряд ли возможно, чтобы пациента оставить на трубку через нос, то есть после операции сразу убрать трубку, и все будет в норме. Наверное, придется пациенту оставить на трубку на какое-то время, чтобы структурные изменения здесь на месте остались и были путь для дыхания. Особенно такие вот случаи, это когда операция идет на языке, на горле или на гортане. Вот такие вот случаи, всегда нужно определиться заранее до операции. Быстренько я прохожу про circulation. Здесь я про Ирак говорю. Здесь у нас, когда мы оперируем на сосудистые опухоли, когда мы работаем на средней зоне лица, когда мы работаем на основании черепа, или когда у нас есть большой опухоль, большой опухоль имеется в виду, когда размер больше 10 сантимов и далее. Вот в таких случаях мы заранее готовим кровь, потому что мы знаем, что ожидаемо наша территория очень снабжена кровью. Конечно, мы стараемся делать гемостаз, но все равно нужно будет готовить кровь, за раннее время процесса нужно будет проводить. Другой момент при нашей работе на голове и шее – это брадикардия. Не знаю, ребята об этом говорили или нет, я не слышал. Часто бывает, что когда мы работаем, наши действия приводят к брадикардию. А брадикардию, вы знаете, что там, возможно, приводит к другим осложнениям. Особенно такое внимание, это когда мы работаем на опухолах внутри этого глазницы, вокруг орбиты, допустим. Когда мы трогаем яблоко глаза, тогда это проводит такие вот реакции. Такое возможно. Другой момент – это когда мы работаем на сонной артерии, поскольку там есть синус, который реагирует на стреч, на тяга, думаю, на русском будет, и это приводит опять к брадикардию. Есть доказательства, что во время операции на ухо, на долгое время анестезии, то есть больше 2 часа, и еще момент такой, когда мы всегда попросим анестезиологов, чтобы они нам сделали низкое давление крови, низкое давление для того, чтобы не было кровотечения. И доказательства, когда вот такое низкое, больше часа это продолжается, то возможность он приводит к брадикардию. Вот, а как я сказал, брадикардию – это возможно, что он приводит к серьезным случаям. У меня были где-то 3-4 раза такие вот эти моменты, и я старался как-нибудь избавиться от этого. Как я сказал, что мы между собой с анестезиологами делим метр, который есть у нас вокруг головы пациента. И это дает врачам, анестезиологам, что они не могут, чтобы у них было изолированные территории, чтобы они могли спокойненько работать на своих аппаратах, на головы, на трубки, на все остальные. То есть они делают работу, потом мы занимаем это место, и особо на возможность не будет. Это своего рода сложные эти операции, потому что анестезиолог тоже хочет в своей территории, чтобы он мог спокойненько делать, что хочет. Или временами мы сами, своим действием, мы можем трогать какую-нибудь трубку, или какую-нибудь провода меняем, и аппарат начинает гудить, и анестезиолог, и мы все, давай, что случилось, а потом показывается, что мы что-то тронули. Или наоборот, допустим, анестезиолог попробует что-то, как бы что-то хорошее для пациента делать, но он загрязняет наше, как бы, территорию, в которой мы думали, что чисто, именно чистой территории работаем. По поводу времени, все наши операции, как я сказал, они больше часа занимают, и каждый дополнительный час это дополняет возможность осложнения. И эти осложнения, они связаны с усталостью филибургического состава, с усталостью анестезиологов, и, конечно, с физиологическим состоянием пациентов. Вот. И спасибо за внимание. Это все, что я хотел поговорить об этом. Спасибо за внимание.